Нам в пятницу было вручено предписание о расторжении бутконтракта, но у него есть срок действия 10 дней. 10 дней у нас на устранение замечаний, которые нам высказаны. Соответственно, мы сейчас находимся в этом периоде. И большие стороны, наши руководители города, корпорации, сегодня должны вести переговоры для того, чтобы все-таки продолжить нашу работу и сдать объект. То есть, очевидно, и всем понятно, что без транстроя, без субподрядчиков, которые работают с ним, сдать объект невозможно в те сроки, которые нам предписаны. То есть, коней на переправе не меняют, это всем очевидно. Второе, что вы должны услышать, что несмотря на то, что о нас пытаются плохо писать, я твердо уверен в том, что мы хорошо и качественно работали. За спиной все видят наш результат работы. То есть, любые инсинуации о том, что мы что-то плохо делаем и так далее, мы будем отметать, опровергать и, самое важное, доказывать судебному порядку. Третье, основное. Я потребовал от руководителей города гарантии, что в случае, даже если будет расторжение, нам всем выплатят задолженности по заработным платам. То есть, мы должны быть твердо уверены в том, что мы исполним все необходимые обязательства перед рабочими, перед служащими. Сейчас существует задолженность, в частности, у инстранстроя полтора месяца. Мы ее в ближайшее время ликвидируем. Значит, для того, чтобы это сделать, нам необходимо сдать работы. В пятницу, я вас извещаю, мы в комитет по строительству привезли документы с выполнением. У нас их не приняли. Отказались ставить входящий номер. Соответственно, сегодня я буду добиваться того, чтобы нам поставили входящий номер и официально приняли документацию. Также вы должны знать, что у всех работников комитета, кто ранее принимал выполнение, отозваны доверенности. То есть, заказчик тем самым убрал все инструменты, которые позволяют ему принимать выполнение. Однако, сегодня мы получили письмо, что будет создана комиссия. Значит, наверное, будем тогда работать в рамках новой комиссии. Значит, призываю вас сейчас спокойно выполнять свои обязанности. То есть, мы не прекращаем работы. Мы добровольно работаем, не прекращаем работы. Хотя, по факту предъявления таких предписаний, мы обязаны остановить работы, в том числе у субподрядных организаций. Еще раз, мы этого не делаем. Мы сознательно идем на то, чтобы договориться с заказчиком. Потому что считаем, что...